Национальный спорт коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае, занимает особое место в спортивной жизни нашего края. Спортсмены Амурского района привезли более 20 призовых мест по северному многоборью. История происхождения этого вида спорта в следующем материале. На берегах среднего течения Амура и его притоках издавна живут Нанайцы, одна из малых народностей Преамурья, прирожденные рыбаки и искусные охотники. Богата, разнообразна и уникальна культура этой малочисленной народности Дальнего Востока. Особое место в ней занимала традиционная физическая культура, которая выражается в своеобразном воспитании подрастающего поколения с помощью закаливания народных игр и состязаний. Для этой борьбы Нанайцам было необходимо обладать незаурядной волей, выдержкой, силой, ловкостью, выносливостью, проявлять взаимовыручку. Именно благодаря систематической форме воспитания из них вырастали меткие охотники и удачливые рыболовы. В сказках и легендах, преданиях народности Севера непременно воспевались люди с большой физической силой и благородной душой. Их любовно называли моргенами. В стойбищах периодически проводились состязания на лучший коллектив по гребле на лодках Гила, одно из самых престижных соревнований, которые проводились между соседними поселениями. На самого меткого стрелка, самого сильного и ловкого по метанию тяжести. Официальное призвание национальные виды спорта получили в 60-х годах. Они, как правило, приурочивались к традиционным праздникам – День рыбака, День оленевода, Проводы зимы. Все это послужило разработке единых правил по каждому виду соревнований между селами, районами и краем. Все это стало возможно благодаря серьезной научно-методической работе специалистов в области национального спорта, среди которых был Владимир Хаджер. На протяжении 30 лет Амурский район не занимал призовых мест в соревнованиях по северному многоборью. Но с приходом Владимира Андреевича Хаджер, который с нуля развил этот спорт в нашем районе, спортсмены начали стремительно идти вверх. Он активно пропагандировал игровую культуру. Его перу принадлежат многочисленные статьи, пособия, брошюры «Возрождение народных игр и видов спорта». Северным многоборьем сегодня занимаются в Амурске, Вачане, Джуине и Оме. К большому сожалению, этого человека больше нет с нами. Но сегодня в Амурском районе проводят состязания в честь него. В ноябре 2008 года впервые в Хабаровском крае был проведен чемпионат России по северному многоборью, в которых приняли участие 107 спортсменов из 12 территорий страны. В настоящее время северное многоборье культивируется во всех северных территориях Российской Федерации. Интерес к ним возрос и в зарубежных странах, таких как Норвегия, Швейцария, Финляндия, Канада. В этот спорт я пришла два года назад. То есть я пришла как бы не сама. При жизни Владимира Андреевича меня привлек к этой деятельности. С 20 по 24 октября 2020 года сборная Амурского района представила себя на первенстве Хабаровского края по северному многоборью, заняв более 20 призовых мест. Этим спортом занимаются не только парни, но и девушки. Если с парнями все понятно, то для девушек северное многоборье развивают пластичность, выносливость, ловкость рук, а также укрепляются мышцы ног и спины. Мы начали готовиться в сентябре еще. Занимались через день. Потом пришел еще один тренер уже в октябре. Мы начали каждый день заниматься упорно. На соревнованиях соперники были сильные. Тоже пытались занять какие-либо места, но я одержала победу. В некоторых видах. Если у тебя хорошо развитые навыки прыжка, то, наверное, легко. Вот у меня мой тренер по физре, он говорит, что у меня хорошо развитые навыки прыжка. И если мне это развивать, я на соревнованиях буду хорошо ходить. Северное многоборье – это технически сложный вид спорта, состоящий из пяти видов. Тройной прыжок, метание тынзеря на хорей, метание топора на дальность, бег с палкой и прыжки через нарты. У народов севера есть множество блин, рассказов, легенд об их возникновении. Одна из легенд о тройном прыжке повествует о том, как охотник спасся от клыков волчьей стаи. Собрав все силы, он прыгнул сразу двумя ногами на первый камень в речке, а с него на второй. Со второго на берег так и остался живым. С тех пор и стали учиться прыгать тремя прыжками. Бег с палкой по пересеченной местности. С незапамятных времен палку использовали при переходе болот, овражесных и горных участках местности. Прыжки через нарты. Нарты – это узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак или оленей. Раньше их использовали в качестве барьеров для тренировок, а позже это переросло в спорт. Сегодня для состязаний используют макеты нарт, изготовленных из деревянных брусков. Тыртя-тубка в переводе с ненецкого означает «летающий топорик». Метание топора на дальность – это интересный и сложный вид северного многоборья. Этот топор больше похож на бумеранг, как у баригенов Австралии. Он имеет… Ну, у нас на соревнованиях используют топоры не меньше 350 грамм. Эти топоры использовались для охоты. Для охоты на гусей, уток. То есть, когда идет у них перелет, соответственно, такими топорами метают эти топоры. Они по принципу бумеранга летят, ну и сбивают, соответственно, уток. Как вид спорта метание топора заключается в том, чтобы в коридоре 50 метров, шириной 50 метров, как можно дальше забросить топор. Вот рекорд России у нас там 250 с лишним метров. Ямб-уда – длинная рука. Так называют у дровики тензян. Пастуху достаточно несколько мгновений, чтобы отловить им среди тысячного стада оленя, который выбран. Метание тензяна на дальность – первый экзамен для молодого оленевода. Метание на точность – уже экзамен аттестат зрелости. Маут изготавливается из кусочков кожи, оленей кожи. Специальным образом нарезается. Потом специальным образом вот эти вот кусочки, полоски, они сплетаются между собой. И получается у нас вот такая веревка. На соревнованиях используются мауты. То есть мы их проверяем, маркируем. Они по длине не должны превышать 30 метров. Как с нами поделился вице-президент Хабаровской краевой спортивной федерации по северному многоборью, что кидать маут не так уж и просто. Нужны годы тренировок или просто родиться с этим умением. Глядя на старшую сестру, 10-летняя Варвара тоже загорелась познавать мир северного многоборья. Кто знает, возможно, она и станет лучшей в метании маута. Я хожу где-то полгода уже. Мне нравится эта секция. Чем вам тебе нравится? То, что здесь помогают, коллектив весь дружный. И мне нравится прыгать, кидать маут. Детские игры необычайно полезны, как для физического и умственного развития детей. Играя, ребенок осваивает новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный опыт. У взрослых игра не исчезает, а превращается в быт. Ирина Жданова, Олег Кузьмичев, телеканал Амурск.